Доброго дня! Вы смотрите программу о животных. Хочу домой на телеканале Это программа о бродячих собаках и кошках, рожденных под открытым небом или выброшенных нерадивыми владельцами. К счастью, уверены, что таких плохих людей очень мало. Рассказываем в нашей программе и о домашних питомцах, кстати, которых забрали из приютов и теперь они живут в своих семьях. Итак, первую волну сильных морозов мы пережили. Как пережили уличные собаки и кошки, остается только догадываться. Хотя две стаи, которые не обращали внимания на морозы, я лично видел в двух районах города. Не обращали внимания, потому что они бегали за одной единственной собакой, которая, очевидно, была в процессе подготовки к спариванию. Этот процесс длится в течение трех недель. Пиковое же время у особи женского пола уступает в основном с 9-10 дня и длится 5-6 дней. Это фундаментальная наука, зоология и конкретно физиология животных. Итак, расскажу, что сегодня вы увидите в нашей программе. Информация с недавней прошедшей выставки «Собак и кошек из приютов» под названием «Лучший друг». Там мы сняли с десяток собак и кошек, которым ищут свой дом и своего владельца. И сегодня в рубрике «Видеовизитки. Возьми собаку из приюта и кошке тоже нужен дом» вы увидите информацию про трех животных. Далее сюжет о том, как проверяют собаку на защитные качества и почему порой для агрессивно настроенных собак из-за своего генетического чувства страха это даже необходимо делать. И гость в студии – человек редкой профессии. Пару месяцев назад мы приглашали человека именно этой профессии – ловец. Ну, я не знаю их в самарском мире, можно пересчитать буквально по пальцам, а еще в данном случае можно назвать этого человека, который у нас в студии спасателем животных. Итак, специалист по отлову собак по программе ОСВВ в Самаре, спасатель животных, флагман Вед Андрей Нурматов. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей, ну, все-таки такая необычная профессия, и мне кажется, наверное, вот с детства надо любить собак, для того, чтобы все-таки пойти и стать не только ловцом, но и спасателем. Соответственно, были в детстве собаки. А какие породы у вас? Ну, когда был совсем маленький, еще был спинель, то есть заводил отец, потом уже более взрослой жизни была овчарка немецкая. Ну, то есть, в принципе, опыт общения есть? Конечно, есть. Как пришли в эту профессию и что сподвигло вас? Совершенно случайно. Решил сменить кардинально свою работу. То есть, ну, работал раньше сварщиком. Надоело все это на заводе. Одно и то же. Встал там в пять, чтоб в семь за станок. Залез на сайт, нашел какое-то объявление, там решил, ну, решил порулить, поработать с водителем. Нашел объявление, водитель ловец. Очень стало интересно, что это такое. Водитель, да еще и ловец, да? Да, водитель ловец. Позвонил, пригласили, объяснили, что к чему. И пошло, поехало. А вы, когда пришли, все-таки, это же не вот так сразу, раз, и вас выпускают на маршрут, и вот иди, беги, догоняй собаку. Практически сразу. Сразу, да? Сколько времени вы уже работаете там? Вот именно вот на этой должности, а ловцом? Ну, уже года три. Третий год, скорее всего, вот так вот. А скажите, что нужно для того, чтобы все-таки иметь такую профессию и стать ловцом? Ведь далеко не каждый человек может бегать целыми днями за собаками и отлавливать их, потом сажать в машину, и эти крик, визги, все равно же происходит такое. Ну, цель какая должна быть, то есть, для меня, например, приехать и поймать конкретную собаку, прям вот, ну, это важно. Если я ее не поймал, это как поражение, считаю. А, вот так. Да, то есть, я стараюсь прям, если взялся за собаку, решил ее поймать, значит, ее нужно поймать. Найти, догнать, вытащить, главное, чтобы ее увезти. Ну, вот, раньше, лет 20 назад, отловщики представляли собой таких, неких злых дядек, которыми, в общем-то, пугали не только собаки, но и, в общем-то, и детей иногда пугали. Сейчас приедет ловец, сейчас он тебя поймает и увезет. Как сейчас, вот, по этому поводу, что, пугают вами или нет? И насчет, как пугает, не знаю, но до сих пор бытует мнение, что ловец, это зверь, такой свирепый, сейчас приедет, там, собаку скомкает, скрутит, закинет как-то. И до сих пор есть два лагеря людей, которые, например, нас встречают, там, как освободители, грубо говоря. Вот, а некоторые прям в штыки, штовы, там, начинают собак разгонять всех. Ну, объясняешь людям, что, как оно на самом деле происходит, что это программа, что это нужно сделать. Вот, и, ну, многие понимают, относятся с пониманием. А сколько на это уходит время, чтобы, допустим, вот здесь собаки есть, да, и нужно делать свою работу, а здесь еще и приходится объяснять. Насколько вы уже привыкли к этому? Ну, обычно уже не обращаешь внимания на все эти вот замечания, там, комментарии со стороны граждан. Сначала нужно сделать работу, а потом уже объяснить. Ну, люди прям вот, бывает, хвостиком ходят, ходят за тобой, конючат, там, что-то спрашивают. Просто уже молчишь, ничего не говоришь, я уже настолько к этому привык, что просто вот, ну, не вижу их. Потом уже, когда все уже завершили работу, там, собаки отловлены, либо не отловлены, и начинаешь же объяснять людям. То есть, ну, все равно какая-то работа с населением есть в этом плане. Вы отлавливаете собак, тех, которые к вам сами подходят, или тех, которые все-таки убегают? Нет, нет, в основном, которые убегают, то есть, которые не подпускают к себе, которые сами подходят, их можно поймать в любое время. Сначала начинаешь работу с таких, которые, ну, более дикие животные. А бывает так, что люди говорят, что, вы знаете, вот эта собака, она наша, она здесь, на рынке, мы ее прикармливаем, она не агрессивная и не представляет угрозу для окружающих людей? Ну, бывает такое, что говорят, это рыночная собака, это дворовая собака, это домашняя собака. Я сразу говорю, домашняя, корень слова, дом. И люди раз, и сразу понимают, домашняя, значит, должна быть дома. То есть, не самовыгул, а дома. Я же не прихожу домой, не забираю никого из квартир, там, из будки. То есть, на улице. Все. Раньше, насколько я помню, в детстве были у ловцов такие большие сачки, круглые, вот, и они бегали с этим. И мешки еще такие длинные, как рукав такой большой, длинный. Какие-то вот эти инструменты поменялись? Что-то есть новенькое, там, я не знаю, там, урга, это палка вот с петлей, или там еще что-то, может, там, сетки ставите, ружье специальное со снотворным. Есть у нас ружье под снотворное, но мы не пользуемся, потому что, во-первых, это такой здоровый дрын. Дрын. Это, представляете, вы едете по городу с оружием, грубо говоря, но оно же выглядит, как настоящее оружие. И прохожие начинают шарахаться, да и стреляет оно громко, то есть, если ты одну собаку стрельнул, остальные разбежались. Нет, у нас просто короткие духовые трубки, дротики, и все, как бы, тихо, спокойно, никто ничего, никто собак даже не понимает, что произошло. То есть, стрельнул, она, ну, укол, там, может быть, укус, обычно как, кормишь, набегает куча, вот, дунул, ну, грубо говоря, стрельнул, запустил дротик, все. Какая-то собака, ну, которая попала, она может понять, что это не в нее стрельнули, а, например, сородич укусил, и, как бы, они на это внимание не обращают, просто начинают дальше есть и постепенно засыпают. Так можно прям вот всю банду переколоть и все. Отлично. Есть свои такие хитрости. Остановлю нашу беседу на несколько минут, и давайте сейчас посмотрим блок видеоинформации о собаках и кошках, которых пристраивают в хорошие руки. Напоминаю, что после каждой визитки в конце указывают номера телефонов, в котором вы сможете позвонить и узнать всю интересующую вас информацию. На половину висячие уши, практически вся черного окраса с белыми пятнами на груди и шее. Обратите внимание на эту собаку. Ее спасли от голодной смерти, выловив на одной из улиц Самары прошлой зимой. Плохое содержание прежнего владельца и, как следствие, скитание по улицам в поисках пропитания. Сейчас она находится в приюте, и ей ищут своего хозяина. Собачка очень компанийская, собачка социализирована, собачка, соответственно, обработана, собачка привита и ждет своего замечательного друга. Пожалуйста, обращайтесь, мы всегда будем рады. Приезжайте к нам в гости. Если вы сомневаетесь, можно просто приехать и пообщаться, или просто погулять. Заберите Молли домой из приюта или сообщите своим друзьям, что есть такая ласковая, контактная собака, которую ищет владельца. Молли очень хочет уйти из приюта. Сейчас ей около двух лет, и она очень быстро привыкает к хорошим людям. Звоните по телефону 8-927-745-65-54. Четыре рыжих в белые полоски кошки, а точнее один кот и три кошки ждут своих хозяев. Они готовы стать вашим лучшим другом. Мальчик очень ласковый, сразу начинает мурчать. Начинает, любит сидеть на ручках, рядышком лежать. Когда его гладишь, он животик поворачивает, гладит его по животику. Ну, девочки поосторожнее. Вот одна девочка такая же, как мальчик, то есть и в лоточек ходит, и ласковая, и грунят. Две девочки поаккуратнее, поосторожнее. Любят свое личное пространство. Все четверо приучены к лотку и к людским рукам. Самое главное, не агрессивны. В еде непривередливы. И на выставке можно было убедиться в добродушном характере кошек. Ни одна не царапала. Мы их вынимали, показывали, желающим посмотреть. Ни одна не царапнула, не шипела. Все. Ну, они сейчас немножечко не в привычной обстановке, поэтому не показывают полностью свой добрый характер. Любитель морожих котов и кошек, запомните телефон. Позвоните и выберите себе друга или подругу из мира кошачьих. Обращаться 8-903-304-26-10. Обратите внимание на эту собаку. Умный взгляд – сама мудрость. Зовут ее Рокси. Ей около двух лет. Привезли в прошлом году волонтеры с дачного массива. И сейчас Рокси ищет нового владельца. Эта собака умна, интеллигентна. Она знает все. Она знает, как себя вести в любых обстоятельствах. Она знает машину, знает поводок, знает, как гулять, знает свое. То есть это вот собака, которую можно брать и с ней жить. Практически ничего в нее не вкладывая, только любовь. Вот кроме любви в нашей Рокси уже ничего не надо. У нее все есть. Заберите Рокси домой и станьте ей другом. И она ответит вам своей преданностью и любовью. Звоните по телефону 8-927-745-65-54. Итак, мы продолжаем нашу программу «Животных хочу домой». И вы сейчас смотрите телеканал «Самарагис». И у нас в гостях специалист по отлову собак по программе ОСВВ. Самарис, спасатель животных, флагман вет Андрей Нурматов. Андрей, еще один вопрос с первого блока, который я не успел вам задать. А что для лапца самое главное, важное в работе? Это интуиция, быстрота, реакция, координация движений или быстро бегать. Ведь у собаки четыре лапы, у нас, у людей две ноги и не всегда приходится. Четыре качества, в одно складываем, вот это должно быть все. То есть, нужно понять, что может произойти, куда собака может убежать. То есть, по ситуации догнать ее. Куда обычно собаки убегают? Допустим, вы приехали, да, и у них есть какие-то свои тайные тропы, или наоборот, не тайные тропы, или наоборот, видно, что вот собака побежала в ту или другую сторону. Как вы определяете, что вот она власт, а раз ее и нету стоит? Обычно приезжаешь, я смотрю в территорию, то есть, если какое-нибудь там, я не знаю, огорожденное забором, то есть, ты смотришь, где есть дыры, где может уйти. Если есть такое место, либо закрываешь, либо ставишь человек, чтобы он следил за ней. То есть, стреляешь, она отбегает, там, ныряет в эту дырку, и, чтобы к тебе не бежать, не лезть через забор, с той стороны уже должен, то есть, напарника уже подстраховывать. Да, вы, кстати, выезжаете один, или все-таки у вас есть напарник? У нас бригада по два человека. По два человека, да? Да. Скажите, а вы можете уже определить следы на снегу или там на земле, допустим, вот здесь тропа собачья, здесь тропа лисия, или там? Да, конечно, можно определить. Можно, да? Ну, в городе мы не будем искать лисию тропу, в основном собаки да кошки, больше там как бы некого. Ваш район выезда, куда чаще всего выезжаете? В какие-то сельские поселения, либо в пригород, либо в город? Нет, нет, мы работаем только в городе. Только в городе? Да. Ну, на спасение мы можем отъехать и куда-то в область, именно на спасение. Насколько вот, вы уже вначале сказали, да, насколько вы часто сталкиваетесь с людьми, которые понимают, и которые, наоборот, сопротивляются или там вплоть до какого-то рукопреклаза, может быть, доходят? Да, ну, практически каждый день. То есть, я же говорю, есть два лагеря, которые за, которые против, которые нас вызывают, грубо говоря, там те же волонтеры, там, я не знаю, неравнодушные люди, и те, которые видят, что происходит какая-то суета, им нужно внести там свои пять копеек в это дело, и начинаются, да, это отловщики, да, это сейчас убийство, да, сейчас собаку везут, больше вы ее не увидите, и люди начинают уже сомневаться, зачем вызвали. Ну, нас это уже не останавливает. Вот, кстати, по поводу того, что вы говорите, мы увозим собаку, и вы больше ее не увидите, а вот смотрите, вот вы привезли собаку к себе на базу, да, соответственно, она там прошла карантин десятидневный, и далее ее стерилизовали, и что вы делаете дальше? Ее наблюдает, если у нее все зажило, если у нее все швы сухие, все нормально, по истечению этого времени, там, трех недель, ну, 21 день, она возвращается на место, где была отловлена. А как вы, вот, помните, что, допустим, вот этот шарик, или вот эта, вот эта там, допустим, собака, да, она должна уехать, допустим, в промышленный район, или вы просто едете, выпускаете ее там, где, на глаза глядят? При отлове мы, то есть, фотографируем собаку, вешаем ей временную бирку на шею, большую, чтобы было хорошо видно, записываем эту бирку под собакой, снимаем видео отлова, где была поймана адрес, и потом, когда собака уже приезжает в приют, по сечению десятидневного карантина, ее оперируют, эту бирку снимают с нее, вешают ей постоянную бирку, то есть меняют их местами, получается, и все, собака уже понятно, куда выпускается, то есть потом уже нам дают собак, которые именно вот с такой-то улицы, с такой-то улицы, и конкретно адрес, мы привозим прямо под дом, то есть где поймали, там и выпускаем, за исключением, если мы только ловим где-нибудь школы, сады, какие-то там такие учебные учреждения, туда мы не выпускаем собак, то есть, как бы, там другая система. А вот что бы вы хотели в своей работе улучшить именно вот в плане отлова собак? Вот есть какое-то желание? Может, как это сразу раз их загнать оптом всех собак в одну клетку и все, чтобы они и сами заходили туда? Трай будет неинтересно работать. Да? Ну, интересно. Так, хорошо. Значит, вот скажите, часто ли вам приходилось отлавливать тех же самых собак, которые вы когда-то ловили? Бывало такое, бывает жалоб. А в каких случаях это происходит? Бывает, что звонят, говорят, вот собака лежит, не встает с биркой с вашей, то есть, приедьте, заберите. Таких собак забираем. И еще есть жалобы на агрессивное поведение животного. Таких тоже мы забираем и оставляем у себя уже на постоянное месторожительство. То есть, она уже постоянно находится у нас. Ну, вот, смотрите, есть такая фраза, и многие люди говорят ее, и вот она как-то сейчас уже входит в обиход. Ну, лично по мне, лучше собака, пускай будет голодная, полуголодная, но на воле, да, нежели, допустим, она будет в приюте. Вот, как вы вот оцениваете такую ситуацию? Мне лучше оставить ее, она пускай, она все равно найдет. Потому что все понятно, что какая-то часть собак, она все равно погибнет, потому что кто-то способен искать еду, кто-то не способен. Ну, у нас так и происходит, то есть, мы забираем в приют, потом выпускаем на место, как бы вот и все. И собака так и остается на улице, как бы она так же продолжает в своем миру существовать, жизнь, как бы и все. Единственное, что остаются собаки на ПМЖ у нас, которые, ну, реально агрессивные или болеют. Либо собаки, которые там, ну, сбила машину, переломала там ей таз, спину. У нас полно таких собак живет, которые уже, ну, самостоятельно передвигаться нормально не могут. Ей же не вытащишь на улицу, не выкинешь. Понятно. Итак, наше время перейти к сюжету, но небольшой комментарий или подводка к нему. Многие обыватели считают, что по большей степени собаки кусаются от жизни бродячей, ну, и прочее с этим связано. Однако далеко не все понимают или вообще не знают, что пугливость, боязнь посторонних людей и как следствие агрессия по отношению к человеку связаны по большей степени с генетически врожденным страхом. И исправлять это довольно-таки сложно. Не столько сложно, сколько долго и требует физических затрат. И один из способов справиться с немотивированной агрессией – это пройти, конечно, только после послушания курс защитной службы. Для чего это делается и что дает – давайте посмотрим в нашем сюжете. Мало кто задумывается над характером собаки, когда берут ее щенком или из приюта. И если во взрослом состоянии еще можно определить тип высшей нервной деятельности, увидеть пассивно-оборонительную или активно-оборонительную реакцию, как собака относится к постороннему человеку спокойно и без агрессии, что является хорошим признаком генетически заложенного поведения, или наоборот – всего боится, проявляя при этом немотивированную агрессию практически на все, что движется, то в щенячьем возрасте очень сложно выявить вышеназванные негативные поведенческие реакции, с которыми можно столкнуться уже после года, а то и раньше. Владельцы, которые ответственно подходят к воспитанию своего мохнатого друга, уделяют немало времени, чтобы адресировать и при этом скорректировать поведение своего пса, если оно доставляет неудобства. Первое – это, конечно, послушание. И второе – для собак служебных пород программа защитного курса, или коротко ЗКС – защитно-караульная служба. И как ни странно, именно агрессивным собакам, проявляющие немотивированную агрессию, опытные кинологи прописывают курс защитной службы. Неважно, породистая собака или дворняжка. И по большей степени не ради того, чтобы собака кусала всех и каждого, попадающая на хозяйскую территорию, или защищала от мирно проходящего человека, а скорректировать поведение злого пса. Повышается социальная безопасность, потому что собаки управляемы. Собака четко знает, что нельзя кусать человека, просто проходящего мимо, бегущего, падающего. Неважно, без команды владельца. То есть собаки подготовленные, они всегда знают, когда можно, где можно, и зачем это делается. Нет такого, что бежит ребенок, и собака, которая подготовлена к нормативной дрессировке, будет агрессировать на ребенка, потому что первый, ребенок не предоставляет опасности, второй, собака всегда находится в контроле. И получается, если собака невоспитанная и не обучена, а зампослушание, да еще при этом агрессивна, то такое животное уже доставляет немало проблем владельцу. И часто из разряда любимой собаки переходит в разряд ненавистный. И нередки случаи, когда ее жизнь принудительно заканчивается по воле владельца. В этом случае многие ответственные собаководы обращаются к кинологам, чтобы скорректировать поведение собаки посредством защитного курса дрессировки. А еще владельцы служебных пород находят в таких занятиях главную фишку в жизни питомца – соревновательная часть. Выступают на соревнованиях, завоевывают медали, кубки, дипломы и, главное, моральное удовлетворение. Периодически в Самаре проводятся испытания в разделе защитного курса. Нередко приезжают специалисты высокого уровня, инструкторы-фигуранты, которые работают в сфере подготовки собак по курсу защитной службы для выполнения норматива или для участия собаки в соревнованиях высокого уровня. Норматив, отечественный международный норматив, как правило, это и начальные уровни, это как племенной отбор для разведения. Дальше есть соревновательные уровни, человек сцепляется к этому нормативу, западает в душу. Это переходит уже в образ жизни, это уже другая жизнь, спорт, спорт с собакой, да? Получать удовольствие своим напарникам и выступать на соревнованиях. То есть есть испытания, есть соревнования. Три дня Сергей Чистяков из города Владимира выступал на конференции, обучая самарских владельцев и их собак, как правильно работать в разделе защитной службы, как контролировать собаку на пике агрессии и как ее резко прекращать. Собака под контролем, мы все равно работаем с балансом собак, они у нас адекватные, они сдают перед этим БХ, послушание, собаки все в контроле, ничего страшного в защитном разделе я не вижу, если делать все правильно и все в пределах нормы. Стоит задуматься владельцам агрессивных собак, что еще не все потеряно в воспитании питомца. И возможно, именно курс защитной службы поможет собаке обрести уверенность среди посторонних, не бояться их и главное, не пускать свои зубы налево и направо, и тем самым не быть опасной для своего владельца и окружающих. Скажите, Андрей, а как часто вас кусали? Часто. Буквально вот вчера щенок зацепил, ну холодно было, ничего не чувствовал, потом посмотрел, есть, есть. Нет какой-то внутренней злости, ах, ты меня укусил, я тебя сейчас здесь пробью. Да ну, она же кусать, она защищается, какая там может быть злость. Вот за это время работы вы как-то изучили повадки собак? Конечно, учащихся, да. Что, какова особенность вообще в повадках? Ну, собака может обойти тебя, обнюхать, то есть может подойти к тебе, дать погладить себя. То есть, ну, если она дала себя погладить, я ее уже точно заберу. Вот, то есть. Вы как-то успокаиваете собаку, это она же там, когда вы ловите, она же там, наверное, кричит, езжит. Ну, нет времени на это все, чтобы ее успокоить, там нужно быстрее сработать, закинуть собаку в машину, еще нужно ей повесить бирку временную. Когда вешаете бирку временную, а они огрызаются? Огрызаются. Конечно. Есть какое-то специальное снаряжение у вас? Да. Большие перчатки, чтобы там повесить? Нет, перчатки это все выдумки на самом деле. Это неудобно, во-первых, работать, не удерживаешь собаку в перчатках больших. Во-вторых, пока привязываешь бирку, это тоже неудобно. Есть у нас так называемая палка-поводилка, то есть, ну, с петлей. Совсем уж собака агрессивная, приходится, конечно, ей пользоваться, для того, чтобы, то есть, ее переместить с улицы в машину. У вас на курточке, я смотрю, служба спасения животных. Скажите, а это к чему? Вы еще и занимались спасением животных? Ну, да. А какие вот у вас случаи были, что вы спасали животных, и часто вас куда вызывают по данному профилю? Ну, не так часто, наверное, слава богу, что животные не так часто страдают. Но бывает такое, вот буквально недавно лазили в колоде за собакой, там, 9 колец, приходилось туда лезть. Да, это один из случаев только. Я думаю, наверное, вот самый первый, я вот сейчас вспоминаю, самый первый случай, это звонила женщина со 116-го километра, там, вся в слезах, рыдала. Два щенка залезли в сваренный швеллер, то есть, два швеллера сварены между собой, там, буквально 10 сантиметров, наверное, может, чуть побольше расстояние. Зима, швеллер уходит, там, метра на два, на три в землю под углом, там, два щенка забились туда. Может быть, загналися родичи, там, взрослые, но они туда забились, обратно никак. И вот это, наверное, самый первый случай, когда хотелось спасать животных. А как проявили вот эту ловкость или что-то, на большую руку засунули или что? У нас с собой ничего тогда не было, то есть, мы отправили женщину в рыболовный магазин за сачком, то есть, мы купили сам этот вот, сам материал сачка, то есть, чтобы пробовать, там, я не знаю, палку зацепить, но ничего не получалось. В итоге у нас была какая-то нитка, шпагат, не знаю, не помню, нашли длинную палку, ну, буквально вот в куче срезанного мусора. Завязали, сделали петлю с фонариками, там, высветили, там, посмотрели, то есть, накинули на лапу щенку, одного достали, потом, следом, второго. Вот это, наверное, как раз, наверное, был первый такой случай. А приходилось ли там, допустим, спасать каких-то других животных, диких? Ездил, тоже буквально недавно забирал сову, то есть, ну, ворома заклевали сову, она упала на землю, там, ее мужчина охранник какой-то там приберег, то есть, ну, это, наверное, не такое уж спасение, сколько вы просто забрали, чтобы передать в нужный там... А куда ее передали? В зоопарк? Нет, не в зоопарк, у нас, по-моему, в Самаре занимается женщина какая-то, этими вот как раз птицами, орнитолог, она там, вот, она их потом отправляет куда-то в Москву, что ли, там, я не знаю точно, ну, занимается, в общем, птицей. Ваши телефоны есть в службе спасения 112? Я не знаю, наверное, раз мне не звонят. А приходится выезжать на дом, куда-то на дома, именно в квартиры, допустим, когда людей спасать от собаки или наоборот? Было, был случай, на метро, по-моему, пообеда, не помню, сгорела квартира, сгорела хозяйка в квартире, осталась собака, она там завоевала, завоевала, в итоге нам позвонили, мы приехали, там был стаф, стафор, ну, забирал стафора. Дальнейшая судьба его? По-моему, пристроили его. Ну, и, насколько мне известно, значит, флагммед создает патрульную службу, что это за служба и как она работает? То есть вы планируете как-то расширяться вот именно по направлению службы спасения животных? Ну, да, есть такая служба, она сейчас развивается, недавно купили новую машину, вот это дело, то есть обклеили ее там нашим логотипом, логотип у нас конь, вот этого нашего руководителя был конь, такой его звали флагман, ну, и как бы вот у нее на этом все образовалось, то есть логотип у нас теперь большой конь, черный. Спасибо большое, спасибо, время немалима бежит, как и мы, подходим к финалу нашей программы. Пишите нам, задавайте вопросы на сайте телеканала Самарагиз, программу «Хочу домой», и мы обязательно на них ответим. Мы говорим вам до свидания, всего вам доброго и мирного неба над головой. Субтитры подогнал «Симон»